Сегодня 19 мая 2011 года. Я Одинцов Михаил Петрович. Михаил Петрович, вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Впервые я начал думать о войне, когда наши войска сражались на Халкингоре с японцами. И передо мной стал вопрос, для чего я летаю? Или на порядке удовольствия, или я буду военным летчиком? И вот эти события предопределили мою дальнейшую судьбу. Я стал военным летчиком. А вот у вас перед войной было ощущение надвигающейся войны? Казалось, что скоро будет война там, или не было такого? Если говорить о начале войны в 1941 году, то такого ощущения не было. Но были большие ощущения по тем событиям, которые проходили в армии. По подготовке, которая там шла? Даже не подготовки. А мы, молодые ребята, думали, что происходит с вооруженными силами. Одного начальника нет, другого начальника нет, третьего начальника нет. Нам было непонятно, что происходит с нашими командирами. А что же то, что с ними происходило, я начал понимать в ходе войны. Скажите, пожалуйста, вы сказали о столкновениях с Японией на Халкинголе. Как вы думали тогда о событиях в Европе, о войне в Испании, об этих столкновениях с Японией на Халкинголе, в начале Второй мировой войны, как вы думали об этих событиях, как их оценивали? Для того, чтобы оценивать события, допустим, в Обещении, в Испании, Халкингол, я был слишком молод, чтобы ошмышлить это в широком плане. Как и летчики, такие же, как я, мы рады лишь нашей победе в Халкинголе. Были довольны тем, что в Испании наша воюет. Но оценить эти события по жизненным опытам и знаниям было невозможно, и такие мысли не мешали шпать. Скажите, пожалуйста, а что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Здесь уже можно говорить более широко. Я был курсантом, когда была советско-финляндская война. Четко представляю картину, когда наши войска вошли в Прибалтику. Когда наши войска освобождали западную Украину, западную Белоруссию, Буковину, Молдавию, с чувством гордости за то, что мы делаем, одновременно возникали проблемы. А почему? Для чего? И только после войны я четко понял стратегию нашего правительства. Вот в этих событиях, о которых я говорю, шла серьезная подготовка к неизбежной будущей войне. правительство проводило такую политику, что она отодвигала западные границы, создавала предполье по-военному для того, чтобы сохранить центр, если будет большая война. И, когда мы сошлись одновременно с немецкой армией и с нашими войсками, возникли уже совершенно другие мысли. может быть, нечеткие представления, но стали понимать, что это так просто не окончится. Ну, что мальчишка может понимать, когда эти события были, мне было 18-18,5 лет. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, а как вы узнали о начале войны? О начале войны я узнал в воздухе. Наверное, я уже был младший лейтенант, командир звена, и получал самолеты в Харькове. Накануне мы не улетели. Вот. Военпред сказал, что в воскресенье разрешили залетаться по домам. И я взлетел и говорю штурману, слушай, Саша, ну-ка, включи комментарий, что там делается в мире. он включил, говорит, командир война и услышал речь Молотова. Таким образом, я из мирных условий в воздухе понял, что я уже лечу на войну. я летел на запад. Подлетаю к Киеву. Немцы уже бомбили Киев. Огорел вокзал. Разбит был наш центральный аэродром. Вот. И шел я на запасный аэродром. И смотрю, идет новая волна немецких бомбировщиков на Киев. Все понятно. Скажите, а вот когда вы узнали о начале войны, сидя в кабине, какова была ваша реакция? Какие мысли у вас были? Что вы почувствовали, может быть? Боязни не появилось. И о том, что война будет затяжная и кровавая, такая мышь не возникала. первая мышь, что это эпизод и мы тут быстро расправимся с немцами. И вот молодой полк у нас было в полку пять эскадрильей по пятнадцать самолетов. И абсолютно большинство летчиков-шурманов только-только из школы. Мы даже не успели входит тот самолет, который я пригнал. И налет у нас был на этом самолете по три, пять, десять чашов. То есть мы самолет еще даже толком не знали. но ребята были смелые, вперед будем воевать. Скажите, пожалуйста, а что вы думали тогда о причинах войны? Были какие-то мысли у вас? о причинах войны мысли были простые. немцы напали для того, чтобы решить свои проблемы. А мы защищаемся. Скажите, вот вы сказали, что слышали речь Молотова, да? А речь Сталина вы слышали? Речь Сталина я не слышал, потом прочитал в газете. А какое впечатление на вас произвели вот эти обе речи, да? после того, как вы узнали о них? Хоть я был и мальчишкой, но программу, которую Сталин изложил, я понял, как и остальные ребята поняли, что война будет долгая, кровавая, и каждый из нас вряд ли выжил в этой войне. Потому что потери начались с первого боевого вылета. И появилось наряду с желанием идти в бой появились полку и трушу. это естественное состояние людей. Если человек думает о смерти, то он обязательно внутри труш. И отсюда вытекает все его действия. не осознание после речи Сталина, что война будет тяжелая, кровавая и длительная. мальчишки мальчишки представления о скорой победе ушли. ушли. И стали думать о другом. И в первых вылетах появились труши. то у него самолет неисправен, то еще что-то. Но по тому времени никого под суд не отдали. Трибунала не было. Как-то старшие начальники решали по-другому. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, вот в каких сражениях, операциях вам приходилось принимать участие? В перечисленных мною фронтах трудно назвать какую-то операцию. Ну, возьмем Украину. Я на территории Украины воевал в 41-м году, в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м. Служил на Украине до войны, и основные боевые действия связаны с боевыми действиями на этой территории. Хотя служил и в 1-й гвардейской штурмовой дивизии, звание получил за Сталинград. за Поэтому конкретно сказать, какой-то бой опишать, я думаю, по времени это у нас не получится. Скажите, а вот вы можете вспомнить один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием? на Брянском фронте полк выполнял задачу по разгрому стационарному аэродрому, где сидела немецкая авиация. я, будучи заместителем командира эшкадрильи, выполнял задачу обеспечить хвост колонны полка от атаки истребителей. создалась такая обстановка, что задачу выполнили, полк разворачивается курсом на восток и уходит. И в это время подходит примерно десяток немецких истребителей. Что делать? Если я сразу повернусь к ним шпиной, шабьют. Поэтому мы с ведомым Лёшечком Степановым наоборот кинулись на них. Они обалдели от неожиданностей не зная, что дальше делать, дышая это к другу. В конце концов ведомого сбили. Но мы выиграли время. Полк ушел и я когда понял, что мне дальше тут делать нечего, тоже ушел. И меня стал сопровождать, видимо, один из лучших немецких летчиков. И мы играли в прятки примерно около ста километров. и я от него ушел. Пришел домой. Вот за этот бой такой неожиданный я был награжден ордером октярской революции первой степени. полк полк спащен. По Сталинградам командир полка был подбит, у него перебили управление, он дал команду группе уходить, я был у него ведом, его надо защищать. Я провел бой с четырьмя немецкими истребителями, защищая командир полка. Вот. Одного подбил, двух сбил. Меня самолет мой сбили в дым. командир сидел на своей территории, я пришел домой, в самолет взяли ремонт. Вот за этот бой я был награжден ордером Красного знамени. Таких вот вариантов, допустим, на Куршкой битве. Я был командиром эскадрильи, вел группу фрешеволётов. И мне с командов бунта передали, что Одинцов вот там, в том районе, разведчики обнаружили танки. Нашел я эти танки. Ну и повешь впервые бомбу ПТАБы, это противотанковые бомбы. Мы сделали первую атаку, танки оказались в кучном состоянии. бензин, боеприпаши, машка и они тут кучи. Вот. Мы сделали первый заход, я захожу на второй заход, ничего не видно. Кругом огонь, дым. мы попали в боеприпаши. Вот. попали в боеприпаши. и таких эпизодов я могу долго рассказывать. Михаил Петрович, скажите, а вот может быть вы помните, какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми, опасными? В 41-м году меня ранили. Штурман сбил один самолет, четверка истребителей была. И сбили мой самолет. Больше некуда. У них кончились боеприпаши. Значит, каждый из них, видимо, три оставшихся истребителя, сделали по мне по три-четыре атаки. Боеприпасы у них кончились, они ко мне пристроились и смотрят на чудо. Фонаря нет, самолет избит, не падает и летит. Значит, ведущий помахал крыльями и ушли. Я был ранен и сел в поле. так вот, сравнивая этот бой, задаешь себе вопрос, как же так у немецких ашов, сбитых наших, по две-четыре, по три-четыре, и так далее, и так далее. Когда они в четверем не могли вот сбить меня. Ну, побили. И такого вранья, которое появилось в печати, просто невозможно слушать. Вот один пример. Я уже был в большой должности после войны. Смотрел документы ВВС Северного флота. Описывается один воздушный бой. Немцы сбили 16 самолетов. Два из них сбили по шесть. Смотрим немецкие документы. Значит, там и написано. Смотрю документы наши. Сбито пять самолетов. Так шестнадцать и пять, это разница. У лучших летчиков Второй мировой войны сбитых самолетов исчисляется десятками. А у них исчисляется сотнями. Оружие примерно такое, шамолёт такой. Люди те и другие с двумя глазами. Не может быть такой разницы. И вот эти пишания их появились через пятьдесят лет после войны. когда они уже поняли, что те, кто с ними воевал уже ушли в мир иной. Поэтому у меня есть в одной книге такое выражение, что врали где больше всего? на охоте и рыбалке, и на войне. Скажите, пожалуйста, Михаил Петрович, а какое событие запомнилось как радостное? Не понял? Какое событие запомнилось как радостное? Естественно, первый вылет на Берлин, и когда объявили, что война закончена. и здесь возникли совершенно другие проблемы. Я привык каждый день и через день летать в бой. Я привык стрелять все время. Стрелять. И всегда думал одно, что если я не обыграю противника, не убью его, он меня убьет. Логичная мышь каждого солдата. А тут лететь некуда. И поступает команда. Бомбы снять, пушки, пулеметы разрядить, боеприпасы оставить в ящиках. солдатам оружие сдать, поставить пирамиды. Ты привык день и ночь думать об одном. А тут мои ноги воспринимают совершенно другую картину. А что делать дальше? Вопрос. Что дальше? Война окончена. Что дальше? Я написал рапорт команды армии. «Прошу меня с экипажем отправить на дальнего штока». Хоть я и был малграмотный, так, майор, но понял, что там будет еще война. Я командующий армии рапорт мой почитал, говорит, «Хватит навоевался». А этот рапорт «Без тебя разберемся, где тебе быть». Михаил Петрович, скажите, вот мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Героизм и мужество они родственные, но не одинаковые. и после того, когда вот наши войска пошли по территории, где были немцы, то к мужеству добавилась ненависть врагу. и даже были такие листовки. «Если ты сегодня убил немцев, убей его завтра». Понимаете? Когда за спиной у солдата, офицера остались разрушенные города сожженные деревни, сказали, что они явились одной из поселок героизма. Но прежде всего героизм питала любовь к родине. вот этот вопрос существенный. Это не присуще ни одной армии по-настоящему. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, вы можете рассказать о подвиге, которому были свидетели? «Был у меня такой товарищ Борис Шубин. Мы с ним на Курской дуге двумя группами обрабатывали одну и ту же цель. и его подожгли. До линии фронта было примерно 15-20 километров, но горящий самолет туда не дойдет. Так он развернулся вот и бредался в ту батарею, которая его зажгла. Понятно, да? То есть человек проявил полную самоотдачу. Он решил просто погибнуть, где-то там накрутить, а он вернулся на цель. И потом уже после войны был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Я расскажу коротко, но вы представьте этого человека в горящем самолете. И какая нужна выдержка, как мужество, превозмогая боль, вернуться сюда и выполнить свою задачу. А ведь мы летали специально всегда шлем, как правило, меховой. Обязательно очки, обязательно перчатки. и потому, что если этого не будет, то в горящем самолете вы не выдержите 30, там, 50 секунд. А это позволяет или выпрыгнуть, или что-то сделать. поэтому вот такие рассуждения были повседневные. И всегда мы летали со своим карманным оружием, всегда имели в ТТ девятый патрон, обойма восемь патронов, а всегда имели девятый патрон в стволе. Потому, что раненому не всегда можно перезарядить оружие. Это тоже самосохранение и понимание вопроса. Потому, что если ты сел и тебя обнаружили и окружает, решается проблема, что ждаться или продолжать бой здесь. Это тоже подвиг и самопожертвование. Правда штурмовиков немцы в плен не брали. те, кто летал на Ил-2 на самолете, это же штурмовик. И если к ним рядом сел, разбираться не будет, пристрелившим. и называли этот самолет как Шварстод Черная смерть. с такая картина. Михаил Петрович, вот у вас много наград, можете сказать, какие они и за какие заслуги? Ну, это очень долго. Основные самые дорогие для вас. У меня вот за боевые заслуги два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, две Отечественные войны, первой в той степени, Александра Невского. Вот это основные военные награды. А всего получилось 17 орденов и 12 медалей за войну. А можете сказать, какая из наград для вас особенно дорога? почему? Первый орден получили на Старинградском фронте. Орден Красного Знамени. Я говорил, что охраняем командире полка, я один сбил двух истребителей подбил и одного. Всегда что-то первое запоминается больше. Первая любовь и первый орден. Так человек устроит. Михаил Петрович, можете сказать, с какими чувствами вы шли на войну? С какими чувствами вы шли на войну? С какими возвращались? на войну шли прошли. Перелетели на фронтовой аэродром в Шуршу победить. Других мыслей не было. мыслей когда возвращались с войны возвращались? После войны? Или в ходе боя? В ходе боя когда возвращались с победы? И уже после войны? В ходе боя я командовал старшим лейтенантом, капитаном командовал группами шамолётов до полка. А когда стал майорем замкомандир полка доводил бой до дивизии. здесь возникает более сложные ассоциации. Во-первых, ты доволен тем, что ты хорошо делал, сделал. во-вторых, во-вторых, всегда или часто бывают потери. силы будучи командиром ты испытываешь двоякое чувство как вины перед тем человеком который погиб. И поэтому командир дважды погибает, переживая каждую потерю. И ощущает свою вину, что он не мог всех сохранить. И человека нет, а он каждый по своим убеждениям и прочее-прочее целый космос. Но вот мне посчастливилось летать командиром очень хорошо. С Львовско-Санавирской операцией, когда мы вышли уже на Вишву и в Берлин взяли, с июля месяца 44-го года до конца войны я не потерял ни одного летчика. Во-первых, летчики чувствовали мою уверенность как командира, доверяли свою жизнь. И дело было поставлено таким образом, что мы старались помочь друг другу. Это непростое явление. Вот с 1 июня 43-го года, это Куршка-Битва, до Львовско-Санавирской операции я командиром эшкадрильи сделал более тысячи успешных боевых вылетов и за год потерял четырех летчиков. А с Львовско-Санавирской операции до конца войны ни одного не потерял. Михаил Петрович... И не в чем это понятно, как это делается. Слышу. Скажите, а вот как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии приходилось отступать? Вопрос сложный. Ну, вами как воспринималось? Первое, что возникало в голове, почему немцы напали неожиданно. Почему? А после войны, уже после того, как я окончил две академии, и многое, что понял и почитал, то возникает другая совершенно ситуация. после обороны Ленинграда Ворошилов был смещен в поста наркома обороны. Когда Тимошенко принимал дела и должность, он в акте приема дела и должности напишал, мобилизационного плана нет. Привезти войска в боевую готовность не представляется возможным. Значит, накануне, значит, войны, примерно за месяц, я говорю, мобилизационного плана нет. Я говорю, мобилизационного плана нет. Но война уже на рубеже стоит. Начало. Так вот, ученые наши до сих пор начало войны неожиданное, не разделяют действия и знания высшего руководства и командира полка, дивизии и корпуса. Потому что директива о проведении войск боевую готовность была отдана ночью накануне войны. и она пришла в части с шифром, ее не успели расшифровать. И войска вшупили в войну и с положения мирного времени. Для них это было неожиданно. Михаил Петрович, все-таки, вот как воспринималось на начале войны то, что отступать пришлось Красной Армии? Плохо, хорошо там? Как вот вам как было? Вы знали, что наша армия отступает. Что чувствовали? Когда вышел приказ 227, я уже был командиром эскадрильи. Младший лейтенант, командир эскадрильи. Старики уже ушли. Прочитал и построил эскадрильи, читая приказ 227-й. Ни шагу назад. Где каждый пленный объявляет врагом народа. Вводится до заграны страны, и прочее, прочее, прочее. И один из летчиков говорит, командир, мы все поняли. У нас самолет заднего хода не имеет. Так вот, ошибки командования 41-го года, они не могли из мирного времени перейти на войну. И этот приказ ни шагу назад. Там есть такая права. Отступать дальше некуда. И вводится за нарушение приказов расстрел. А сколько расстреляли, я знаю, но сказать не хочу.